Проекту Доброклоуны в Ненецком округе год. Волонтерское движение, оказывающее психологическую помощь детям, оказавшимся в больнице, за это время приобрело в регионе популярность. В начале мая участники проекта прошли специальное обучение. Трехдневный тренинг по больничной клоунаде от профессионалов в рамках проекта президентских грантов, в завершении которого состоялся спектакль «Игра в вещи». В зрительном зале самые маленькие наринмарцы. Представление предназначено для детей трех-пяти лет. Спектакль отличается от привычного театрального действия. Игру «Вещи» дети не просто пассивно смотрят, а участвуют в ней. Шестилетние Дорофеи не скрывают эмоции. Мне очень понравилось представление. Оно было очень интересным. Я хочу, чтобы на Майле было побольше представлений таких. Спектакль «Клоунаду» для наринмарской детворы представили московские артисты Илья Боязна и Олег Белик. Они приехали в Наринмар с трехдневным тренингом по медицинской клоунаде для проекта «Доброклоуны НАУ». Я надеюсь, что это будет долгий проект. Поэтому мы планируем, что мы будем приезжать еще. Потому что все, за один приезд невозможно обучиться вообще ни одной работе, ни одной профессии. Невозможно обучиться в течение одной встречи. Но первая встреча состоялась. Мне кажется, что она была продуктивна, что люди были открыты и заинтересованы в этом. Поэтому мне кажется, что перспективы этого есть. И я надеюсь, что они все будут реализованы. Положительные эмоции помогают не хуже таблеток, если найти правильный подход к ребенку, оказавшемуся на больничной койке, считают участники проекта «Доброклоуны НАУ». В основе прошедшего тренинга принципы, как удержать внимание и заинтересовать ребенка. Знания появились действительно новые и очень важные для нас. Потому что мы, как и многие, наверное, жители округа и вообще люди, считают, что клоуны – это вот как аниматоры, которые приходят и веселят людей, радуют их, там песенки поют, еще чего-то. А здесь вот именно Олег и Илья, они нам сказали о том, что надо обязательно понимать того человека, к которому ты приходишь. Надо видеть его глаза, надо видеть его ощущения, надо видеть и понимать его настроение. Что этот человек, он приходит не просто играть, он приходит помочь. Всего в программу обучения входит шесть тренингов. Следующая встреча «Доброклоунов НАУ» с участниками проекта «Импрессивные клоунады» запланирована на сентябрь этого года. Проект «Доброклоуны НАУ» многие уже успели оценить по достоинству. За первый год своей деятельности волонтеры посещали заболевших детей в больнице и дома детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Следим за ними в группе ВКонтакте. Они такие молодцы, везде участвуют, особенно начали они свою деятельность в ковидную, вот эту такую пандемию. Поэтому, да, знаем о них. Да вообще здорово, когда люди занимаются волонтерством, когда вот такой активной жизнью занимаются, и когда их еще становится все больше и больше. Это вообще здорово. Мне кажется, нужно. Ну, я считаю, это целесообразно, интересно. Тем деткам, которые лежат в больнице, это жизненно необходимо их поддержать, даже родителям как-то. Ну, даже просто прийти, улыбнуться, это уже как бы лекарство. Вот, мне кажется, это очень-очень полезное дело. Кроме того, в рамках тренинга в фойе Дома культуры Арктика открылась фотовыставка. Рады познакомиться доброклоуны и друзья. Она будет работать 5 мая, а затем отправиться в Центр комплексного обслуживания. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.